самый необходимый инструмент для бизнеса на Amazon. Если вы хотите стартовать на Amazon прямо сейчас, и вы хотите стартовать именно с моим приватным гайдом, то, пожалуйста, комментируйте сейчас слово «гайд» внизу в комментариях под этим видео, и я вам отправлю мой приватный гайд по заработку через Amazon FBA. А в этом видео конкретно мы, ребята, поговорим про инструменты. Я хочу развеять, так сказать, мифы, все вот эти теории, и, опять же, всю эту информацию, которую вы получаете в интернете про разные инструменты, которые люди сервиса предлагают для того, чтобы стартовать на Amazon, какие инструменты нужно покупать, какие инструменты не нужно покупать. Сегодня обо всем мы сейчас поговорим с вами. Ребята, пожалуйста, ставьте лайк на это видео, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Если у вас есть какие-то вопросы в течение этого видео, пожалуйста, комментируйте внизу, помимо того, что комментируйте слово «гайд», чтобы получить мой приватный FBA гайд по заработку через Amazon. В общем, это так, ребят, давайте сейчас поговорим про инструменты. Большинство инструментов, сервисов, сайтов, которые я сегодня порекомендую, они будут совершенно бесплатными, то есть вам не нужно даже платить за них никакие деньги. Поехали, да. Первая вещь, которая вам нужна для бизнеса на Amazon, если вы занимаетесь, разумеется, арбитражом, оптом, да даже если вы занимаетесь тем же правит лейблом, модель, которую, в принципе, я не рекомендую делать, вам нужен BSR листок, листок с рейтингами на Amazon. Вот так он выглядит, ребят, это, естественно, листок, где вы можете смотреть рейтинги на каждую категорию. Американский листок на рейтинге, на категории, да, канадский здесь есть, мексиканский, английский. Это бесплатный сайт, который предоставляет вам информацию про рейтинг в каждой категории, про цифры и так далее, которые вы можете, естественно, взять и, естественно, поставить, продается товар, либо не продается товар. Если вы не знаете, как работает рейтинг, у меня есть видео на моем канале, где я говорю про, как работает BSR, также я объясняю, как работает рейтинг во множество своих гайдов на канале, вы можете обязательно это посмотреть, ну и вы, как бы, вы будете понимать, что это такое и зачем он нужен. Поэтому BSR рейтинг, листок, он вам просто необходим. Ссылочки будут стать внизу в описании под этим видео, ребят, на все инструменты, на все сайты, которые я рекомендую, которые, естественно, я сегодня вам, про которые сегодня я вам расскажу и так далее, да. Дальше, после того, как у вас есть листок, да, что нам еще нужно? Нам нужен бесплатный Amazon FBA калькулятор на Америку и Amazon FBA калькулятор на Англию. Как он работает, ребята, вы должны знать, вы наверняка смотрели мои гайды, где я использовал пару раз и в том числе и FBA калькулятор, и небольшой фанат использования калькулятора, потому что, как правило, я использую extension, плагин, который автоматически появляется на самом Amazon листинге, чтобы экономить время, потому что время – это деньги, сами понимаете, вот, поэтому я рекомендую все-таки использовать плагины, но, 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 я вам скажу так, для более точного просчета калькуляций, потому что все-таки эти плагины, все эти инструменты, все эти сайты, они берут информацию с Amazon, лучше брать и использовать калькулятор на Amazon. Именно мои ассистенты используют калькулятор с Amazon, чтобы получать самую правдивую, самую точную, так сказать, up-to-date, вот время, вот прямо максимально готовая под времени информацию, по, именно по FII, по всем, сколько FBF будет с товара и так далее, сколько будет шиппинг, там, ну, в общем, все вот эти, всю эту информацию, которая вам нужна, лучше собирать с бесплатных калькуляторов, да, поэтому я рекомендую 1А, 0,1 Америку. Дальше, что нам нужно после этого? Вам нужен инструмент KIPA, первый платный инструмент в нашем видео. Прямо сейчас, ребят, вы наверняка знаете, что такое KIPA, я вам сейчас покажу рандомный товар. Кстати, товар мы покупаем за, по-моему, за 7, либо за 8 долларов, я не помню, ребят. Вот, и мы, у нас есть график KIPA, график KIPA должен появиться у нас внизу, почему-то он у меня сейчас не появляется, давайте, давайте на другой товар нажмем, такое бывает, иногда просто не грузится. Вот, как правило, сейчас, секундочку, почему-то у меня он сейчас конкретно не появляется, нужно проверить, почему. Сейчас, ребятки, одну секунду буквально. Вот тут, ребят, был какой-то сбой, я не знаю почему, поэтому пришлось включить инструмент обратно. Это шкала, которая нам показывает, естественно, историю на самом листинге на Amazon, естественно, можем посмотреть здесь историю по buybox, это вот такая вот розовая линия, да, которую, естественно, можем за год посмотреть, мы можем посмотреть за всю историю листинга, все 541 день, да, можем посмотреть, когда был buybox, здесь buybox вообще не было, товар был suppressed, наверное, либо он был монально просто outer stock, то есть мы можем посмотреть историю buybox, можем посмотреть историю того же рейтинга, вот у нас здесь зелененький рейтинг, естественно, можем использовать наш листок, sales running для того, чтобы понимать, какой был рейтинг на самом товаре, да, и как он менялся, как он не менялся и так далее, видите, да, вот здесь зеленая такая шкала, да. Также можем посмотреть историю, опять же, как я уже сказал, за месяц, за три месяца, за неделю, можем также увидеть, и был ли Амазон на лестнице, либо нет, опять же, для этого банально смотрим, есть ли оранжевое появление, оранжевое появление на самой шкале экипа, это означает, что Амазон был на лестнице, какое время там было и так далее. Помимо этого, можем посмотреть на, можем использовать разную статистику, например, здесь у нас есть наверху track product, но мы это не используем, можете нажимать на дату, смотреть дату на товаре, опять же, всякую статистику, всякого рода информация про buy box 90 дней, сколько sales rank был, average на 90 дней, как хорошо продается товар, опять же, 90 дней average, ну, всего, в принципе, все, что вам, все, что вы хотите узнать, все, в принципе, в этом инструменте есть, да. Также есть офигенная функция buy box statistics, у меня есть видео на моем канале, где я говорил про данную, так сказать, данную фишку, данный фичер, обязательно посмотрите, в правом верхнем углу появится видео, вот про buy box statistics, поэтому, да, как-то так, ребят, вот, кипа, это очень важный инструмент, единственный инструмент, в принципе, который вы просто, вы просто обязаны приобрести, потому что он поможет вам понимать, как себя листинг ведет со временем, проанализировать правильный товар и так далее. Кипа стоит, по-моему, 20-25 евро в месяц, не помню конкретно, но, в общем, небольшая сумма, которую вы должны, в принципе, оплачивать и так далее, да, но это не проблема. Также вы обратили наверняка внимание, у меня есть такой вот extension здесь, на который у меня сейчас какой-то глюксистое по лимиту на юзеров, называется seller assistant app, который показывает калькулятору, показывает калькулятор, показывает рейтинг, показывает категорию, в общем, все в одном. Наверняка вы видели на множествах моих гайдах, которые выпускал данный инструмент, называется seller assistant app, но он, в принципе, вам не нужен. Это платный инструмент, который, в принципе, как я называю, как я говорю, optional, то есть он, в принципе, он не необходим, чтобы вы понимали, да. Дальше, после этого инструмента мы, и у нас также есть калькулятор, тоже плагин, про который я вам сейчас уже говорил в начале этого видео, что я использую калькуляторы, но я не использую амазонский калькулятор на Англию, либо на Америку, соответственно, мы используем плагин готовый, это называется, данный инструмент называется AMC Scout FBA калькулятор, в правом этом углу открывается, вот, мы его используем для того, чтобы, соответственно, быстро высчитывать прибыль на данном товаре. Условно, данный товар мы покупаем за 8, он нам сразу высчитывает прибыль на данном товаре, показывает фунт 84 прибыли после всех фи, показывает, сколько он примерно продается раз, то есть он показывает также еще estimate monthly sales, примерно продажи ежемесячные, вот, помимо этого, ну, просто быстрый калькулятор, ну, я все-таки рекомендую для более точного подсчета использовать именно бесплатные калькуляторы Амазон, которые я вам показал в начале этого видео, да. Дальше, что у нас по инструментам, по поиску товаров, что вам нужно? Если занимается моделью онлайн-арбитраж, я рекомендую один из данных инструментов, либо OX-Ray, либо Tactical Arbitrage, то есть на ваш выбор, на ваш вкус, я больше использую OX-Ray в последнее время, Tactical Arbitrage тоже крутой инструмент, но, опять же, тут уже зависит от вас, какой вы инструмент предпочитаете использовать, какой вам больше всего нравится и так далее, вот, они оба стоят примерно одинаково, там, так сказать, у вас, по-моему, 90 долларов, OX-Ray 100, то есть 99, там, 89 долларов, в разнице всего лишь 10 долларов в месяц, вот, поэтому я рекомендую использовать, в принципе, оба инструмента для поиска аналога битража товаров, но вы не должны их покупать, вы можете использовать и ручной метод поиска товаров, опять же, множество моих гайдов, которые я показывал на моем YouTube-канале, где я начинаю искать товар вручную, естественно, мы находим ручной товар, потом можете делать reverse search method, это уже искать товары от селлеров на самом Амазон, на самом листинге, естественно, после, ну, с этого уже брать и находить дальнейшие прибыльные предложения и уже, ну, как бы, делать reverse sourcing, то есть не обязательно начинать с платного инструмента, чтобы вы понимали. Дальше немножко хочу поговорить про другие инструменты, допустим, Helium 10, Jungle Scout, что они из себя предоставляют. Если вы занимаетесь wholesale, если вы занимаетесь оптом, то да, вам эти инструменты, в принципе, нужны, но не обязательно, я сейчас объясню, почему. Jungle Scout, Helium 10 и Jungle Scout делают одну и ту же функцию, да, есть еще AMZ Scout и так далее, да, они все, все из одного, так сказать, пометы сделаны, вот, чтобы вы понимали, да, поэтому Jungle Scout, Helium 10, все вот эти инструменты, они одинаковые, я рекомендую все-таки использовать Jungle Scout. Jungle Scout инструмент, который я использую уже очень давно, вот, и то мы его и включаем, и выключаем, потому что мы его используем чисто для reverse sourcing на Амазон, когда мы делаем опт, когда мы ищем товары, когда мы ищем оптовые товары, когда мы анализируем бренды, то есть мы одним кликом анализируем всех селлеров на Амазоне, ну, всех селлеров по какую-то там нишу, по какую-то категорию, по какое-то ключевое слово, и потом мы находим листинги, находим бренд и контактируем с ним. То есть мы делаем reverse sourcing через Jungle Scout, но, опять же, это вам не необходимо, вам не нужен этот инструмент для того, чтобы заниматься оптом, вам просто нужно банально использовать такие сайты, как wholesalecentual.com, он бесплатный, либо e-source.com, это тоже бесплатный сайт, где вы можете находить оптовиков, контактировать с ними, запрашивать регистрацию на аккаунт, запрашивать прайс-листки и потом сканировать прайс-листки, используя инструмент. Какой инструмент использовать нужно для сканирования прайс-листков? Опять же, сейчас мы тестируем пару инструментов, ребята, скорее всего, это будет... Даже, да, не буду говорить название в этом видео, ребята, потому что что-то может измениться, но я обязательно сделаю видео на данную тему на мой YouTube-канале, где мы сканируем прайс-листки, используя инструмент, который, в принципе, вам тоже не необходим. Опять же, всем я рекомендую начинать с модели онлайн-арбитраж. Я вам сейчас покажу Journal Scout, покажу Wholesale Central, показываю e-source, но это уже для опта, если вы будете заниматься оптом, wholesale, если вы будете уже работать напрямую с дистрибьюторами, с оптовиками и так далее. Вам не нужны данные инструменты, если вы будете заниматься только арбитражом. Если вы не занимались только арбитражом, опять же, открываю для вас закладки, у нас есть бесплатные калькуляторы, у нас есть Sales Rank, тоже бесплатный, Keepa, 20-25 долларов в месяц, AmzScout калькулятор, это extension, он бесплатный, Jungle Scout необходим, это для опта, так сказать, арбитраж либо OX-ray на ваш выбор, вы можете вручную искать товары, если хотите, Halsey Center и Sources, где мы находим оптовиков, это бесплатные сайты, бесплатная датабаза, так сказать, вы также можете использовать Google для поиска оптовиков. В общем, все, ребят, все, что вам нужно для старта в бизнесе на Amazon, то есть, опять же, ваши ежемесячные затраты здесь, ну, если вы не покупаете тактику арбитражного OX-ray, будет вам обходиться там в 25-30 долларов, плюс подписка на Amazon, это 40 долларов в месяц. Так, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось, ребят, хотелось бы сделать максимально быстро, вот, если вдруг что-то пропустили, пожалуйста, просто поставьте на реплей, не забывайте прокомментировать слово «гайд» прямо сейчас в комментариях под этим видео, чтобы получить мой приватный гайд о старте бизнеса на Amazon FBA, вот, это очень важно, ребят, да, и подписывайтесь на канал, ставьте лайк и любые вопросы задавайте внизу в комментариях. Может быть, что-то я пропустил, ребят, потому что, в принципе, это все, что мы используем, может быть, где-то что-то как-то мы еще используем, но я не думаю. Вот, я сверил со своими ассистентами, но мы, ну, все у нас, может, какие-то бесплатные, какие-то экстеншены, которые, в принципе, вам не нужны. Есть разные там экстеншены, как DS, Amazon QuickView, есть там Unicorn Smasher, аналог Джонгл Скаута. У меня есть, кстати, видео на канале, ребят, где я говорил про бесплатные инструменты. Можете посмотреть, если оно еще есть, в правом верхнем углу может появиться, может нет, не знаю. Посмотрите, да, в общем. В принципе, все, ребят, все мои ссылочки внизу в описании. Наш телеграм-канал в закрепленном комментарии также будет. Обязательно вступайте, подписывайтесь. И, конечно же, если вас интересует приватное обучение, у меня есть моё естественное обучение на русском языке. Это FB Master и программа, там я обучаю людей по шагам заниматься бизнесом на Amazon. Постоянная поддержка, бессрочный курс, который может проходить в свободное любое для вас время. Обязательно присоединяйтесь к нам, ребят, FB Master. У нас есть два пакета, простой и пакет с дополнением AdOnPacket, где вы можете приобрести и получить еще оптовика от меня лично, моего личного оптовика. Плюс мы еще тренируем за вас ассистентов. Как круто, да? В общем, все, ребят, короче. Я, наверное, уже тогда заканчиваю это видео. Всем еще раз спасибо и уже до следующего видео на этой уже неделе. Пока!